День физкультурника, праздник, отмечаемый в России с 1939 года, по праву считают свои многие наши сограждане. Все, кто любит спорт, вне зависимости от профессии и возраста. Так, в музее-заповеднике Горьки-Ленинске отметили этот праздник спортивными состязаниями двух эпох – дворянского против советского. Перед тем, как началась спортивная битва двух эпох, фитнес-тренер Лолита Ураева провела для всех участников разминку. И дети, и взрослые, несмотря на жаркую погоду, выполнили все необходимые упражнения. Так как много спортивных мероприятий, самое главное – разогреть наши мышцы, связки, чтобы не было никаких повреждений, не было никаких растяжений и поднять настроение с самого утра. В честь праздника на территории музея-заповедника организовали много разных игровых площадок – для футбола, бадминтона, скандинавской ходьбы. И каждый нашел занятие на свой вкус. Например, Никита Глазков отдал свое предпочтение сдачи норм ГТО. Готовился специально, чтобы сдавать. Сегодня нормы. Хочу получить золотой значок. Александра Титова представила дворянскую эпоху. И, несмотря на историческое платье, с удовольствием поиграла в бадминтон, призывая других участников присоединиться к ней. Соблюдение традиции. Потому что, как мне кажется, в наши дни все-таки потихонечку от спорта отходят. Традиции эти теряются. А мы пытаемся все-таки людей к этому приобщать, чтобы не забывали. Сюрпризом для всех стали показательные выступления спортсменов верховой езды. На красивых лошадях они исполнили акробатические трюки, а также выполнили прыжки через барьеры. В этом музее-заповеднике постоянно делается что-то для местных жителей, для посетителей. Очень приятно. Большинство людей, которым удалось побывать на празднике в музее-заповеднике, пришли просто хорошо провести время. А для Леонида Филенко этот день является особым. Ведь он всю свою жизнь посвятил спорту. Что такое спорт? Это узкая часть человеческой деятельности для достижения высоких результатов. А физическая культура – это все то, что приобрело человечество в области гармонической развития личности. Здоровье, ловкость, смелость и так далее и тому подобное. Праздник получился не только спортивным, но и познавательным. Анастасия Воронина, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Анастасия Воронина.